Всем привет! С вами, как всегда, Антон. Но сегодня я не один. Сегодня у меня в гостях Денис. Здорово, здорово, ребят. Здорово, здорово. Дениска будет моим угловым. Он видит мой экран. И он будет давать мне какие-то советы. В момент перерывов или поединки, когда будет сам процесс. И такой же ролик будет у него на канале. Поэтому смотрите этот ролик. Потом переходите по ссылке в описании к Денису на канал. Подписывайтесь с ним на канал, если вам понравится. Ставьте лайки. Короче, все в этом духе. Поддерживайте. У нас доступен сейчас... Какой вес? Полулегкий? Легкий. Два крутых веса, которые я просто нереально обожаю. Поиграем на каких-нибудь бойцах. На стандартных бойцах. Мне надоело уже играть на рандомах. Так, все. Приветствия, мы забабахали. Теперь это будет первый бой за сегодняшний день. Две четыреста сорок одно очко. Это я нахерачил на рандомах, пацаны. На рандомчиках. Хотя нет, последние бои я не на рандомах проводил. Последние два боя где-то. Все, начинаем искать. Три защиты. Самое главное не опиздюлиться. Сейчас на самом деле очень много игроков играет. Когда вот я играю с утра, соперника ищет долго. И в основном находят, находят, находятся игроки, у которых или мало ПТС, или какие-то непонятные никнеймы вообще. А вот в это время... В это время одни убийцы играют. Ну, наверное, да. Наверное, наверное. Кстати, вот Эд Паркер, вот этот спил экшен, эти ребята во сколько вообще? У них какой часовой пояс? Плюс два, я думаю, примерно. У Европы плюс два. Ну, в смысле, не плюс два. Ну, как получается? Короче, если у тебя сейчас четыре, у них сейчас два. Им еще рано. 185 сразу в мусорку. Ну, от Уибра, например, во Франции. У него на два часа. Назад. А, назад даже? Да, у него позже наступает вечер. Доллар, знаешь, сколько сейчас уже? 78 рублей, брат. Чем тут доллар? Просто я обрадовался, потому что у меня-то лежит. А молоко я сегодня, знаешь, откупил? Вообще, в тему. Тему. Так, и сколько у тебя долларов лежит? А ну-ка. Это уже секретная информация. Я знаю, что доллар 7 стоит. Как минимум один, раз ты знаешь его цену, бережешь, печешься об этом. Кстати, прикол был. Я пришел с бабушкой к ее сестре. Моей бабушке 76 лет. И ее сестре, чуть меньше, вроде там, 71 год, вроде бы. Они купили доллар, долларов, 1300. За, когда была цена, там, 23 рубля, что-то в этом роде. Я не знаю, сколько это лет назад было. Но она их, короче, купила. И просто вот положила. И забыла вообще про них. Просто забыла. И недавно, короче, прикинь, ковырялась. Ну, уборку делала. И нашла 1300 баксов. И такая подходит, короче, ко мне, когда я с бабушкой зашел. Говорит, слушай, Антон, а сколько это денег в рублях? Она ж не понимает, она не знает. И ты ей такой, 20 рублей, доллар. Нет, я говорю, типа, ну, в общей сложности сейчас, говорю, бакс на то время был 72 рубля. То есть, там приблизительно было где-то около, ну, 90 с чем-то штук. 90, да, если округлим. У нее такие глаза были. Ну, представляете, у человека пенсия там тысяч, наверное, где-то 10, грубо говоря. Она просто смотрит у меня, сколько. Она говорит, я их когда-то покупала там по 20 с чем-то рублей. Что-то там, я говорю, фига себе, бумажки, кстати, как новые. То есть, как будто она вот прям... Правильно, а что с ними будет, если они в надлежащем месте хранятся? Если сырости не было, ничего, то они будут выглядеть как новые. Ладно, давай-то, короче, это было, типа, такое грубое вступление. Сейчас мы найдем, блядь, заебали эти пинги 160, 180. Блядь, будь осторожен, потому что попахивает наебаловым. Никто так не разменивает деньги. Ладно, я потом тебе это вкратце расскажу. Сейчас мы пинг нашли неплохой. Так, за кого мы сыграем? Ты за кого хотел, чтобы я сыграл? Блядь, здесь Макс Холл. Я бы хотел, чтобы ты сыграл за... За, 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 за... Листай дальше вкладку. За Майкла Джонсона. Блядь, не в этом. Давай за Оливейру. Оливейру это кто такой? Чёрз Оливейру, ёбаный, блядь, за поезд. Он в этом весе сильный вообще? Будет драться, нормальный, нормальный. Ну, если бороться. Блядь, я не хочу. Нет, ты чё, у него сто... У него вообще стойки. А нахуй ты спрашиваешь тогда? Тогда бери кого хочешь. Надо кого-то нестандартного. Ну-ка, хукер, кстати. А ты в курсе, кстати, что хукер по-английски переводится как проститутка? Давай за хукера. Ни разу за него не играл в этой части. Попробую поиграть. Не знаю, ну у соперника охуевший какой аккаунт. Против Макса не обещаю какую-то там грандиозную победу. Вообще не обещаю победу, блин. Потому что я ненавижу этот вес за Макса. Я у тебя угловой, ты не можешь проиграть. Это просто невозможно. Я гарантирую тебе победу, Антон. Хукер. Против кого? Ой, бля. Он спамит? Ну, он неприятный тип. Я не помню, как он играет, но чел непростой. Ну, пиздюк, ну, пиздюк, да? Стой, гореть будет у тебя. Я почти уверен. У меня всегда горит, когда я играю против Макса. Потому что я чувствую именно то, что у него очень много параметров. Ой-ой-ой. О, пошла. Пошла горячка. Ну что, я как тренер могу сказать, ну, от локтей назад уклоняюсь. Понял? Смотри, петух, понял, что я это... Ой, как хорошо. У тебя вообще какой план на бой? Ты будешь как? Ты будешь голову-корпус бить? У меня, кстати, нет толчка сайдкика. Да, есть. Не может быть. У тебя тайц. Смотри. Видишь, что у него кик-то... А, сайдкика ты имеешь в виду? Да. Нет, типкик есть, типкик. А, ты имеешь в виду типкик? Я знаю. Да, у него локти, колени. В общем, нормально. У него типкик, фронткик. Я думаю, фронткик ведущий. Свитчкик есть обязательно. В общем, ты будешь по этажам работать на головокорпус, правильно? Да. Пытаться. Ой, как хорошо. Блин, я не попал. Хайкик пропустил. Хорошо, фронткик. Хорошо. Ля, все зачитал просто. Ну, у этого сынка нет просто шансов. Не-не, подожди. Я напрекся, потому что ты сказал, что... Да, не-не, все, ты победил, Антон. Можешь расслабиться. По-любому, он уже сдается. Вот такое ощущение, знаешь, когда по Максу бьешь, а ему как будто насрать. Я за Конора бил, помнишь, тебе? Понятно, короче. Человек-копыч. Просто чел подходит, ты ему пытаешься как-то там комбинировать. Чел подходит, локоть дал, у тебя пол-хупе нету. Работает, че-то. Вот и все, вот и все. Нахуй с чем-то... Он подошел, ты видел его тактику? Он такой, знаешь, подходит, подходит. У него иногда депрессия. Он иногда не хочет этого делать. Не, он думает в голове, локоть или локоть? Наверно, локоть. Опа, с локоть. Удивляет, да? Удивляет. Может, апперкоты в корпус хуки бить? На, сука, не подходи ко мне. Не, ну ты хотя бы радуйся, что он после локтя хук не кидает. Тогда бы вообще было бы очень тяжело. Такое не контрится назад. Блядь, ну что это за урон? У Макса не должно быть вообще у дэмэджа. Тихо-тихо, ты стамину сжигаешь жестко причем. Он сайдстепит, видишь, от твоих фронткиков. Они у тебя неэффективны в данный момент. Очень странный фронт. Ну, локоть можно без проблем отключить игрой вторым номером, правильно? То есть, он тебя принимает локтем или когда вы стоите на месте. Если ты будешь отходить назад, локоть будет медленным. Как минимум, от него можно будет либо отойти, либо уклониться, либо заблокировать на худой конец. Я, кстати, заметил то, что он после локтя с разворота делает длинную комбинацию. Во втором раунде попробуем, когда он сделает локоть, подсчитать эту комбинацию. Давай ты запомнишь ее. Потому что мы с тобой трендим на проводе. Короче, вот после локтя он делает эту длинную комбинацию. Он понимает, потому что я ухожу в защиту. А еще я заметил, мне так кажется... Вот, видишь? Ну, что он там бил? Кросс, хук, кросс, по-моему. Кросс, хук, ведущий кросс. Я думаю, я не знаю, поздно или нет, но я думаю, очень хорошо бы работала против него работа по ногам. По ногам именно. Не, брат, уже поздно. Ну это ладно, это ты как хочешь. Это на будущее. Да. Ну, мне кажется, заходило бы, заходило бы хорошо по нему. Он дает по себе работать, на самом деле, на такой дистанции, на средней. Тем более, он сайдстейпы юзает. А ты попробуй просто понесколько пробивать в этом раунде, например. Файки. Если будет заходить, то можно дальше работать. Нравится тебе такая идея или нет? Будем пробовать его сейчас просто фейковать через это. Ммм, окей. Через... Ну, видишь, он вообще... Вот ты даешь фейки, он только голову кроет. Вот, видишь, комбинация? Ну, он разный бьет. Ты говоришь, проверь комбинацию. Он разный трехударный бьет. На, блядь. Три удара по корпусу просто прощупал, пацана. Свичкики вот возле сетки. Он тут будет сайтстепить очень часто. Да, но я когда дистанцию пытаюсь рассчитать... Как хорошо зашло. Опять же колени. Вот он к тебе в упор подходит. Я понимаю. Ты же видел, что я наносил какую комбу? Что я делаю? Очень опасно возле сетки под его локоть уходить. Хотя... Нет, все правильно. Все правильно ты делаешь. Локоть же в другую сторону. Так, ну пока что... Не торопимся. Я не хочу просто проиграть. Я хочу немножко еще разогреться. Хорошо. Было бы странно, если бы ты хотел проиграть. Ну самое главное держать блок с Максом. Ну пока я в напряжении. Хорошо. Я думаю, по нему хорошо бы типкики заходили помимо колен. Он очень предсказуемо на тебя двигается. У-ю-ю-ю-ю. У-ю-ю-ю-ю. Блядь. Ну должна была попасть. Он только восстановился, сразу локоть бьет. Ну такой, конечно. Специалист. По ударке. Ну что это такое? Специалист. Ты не охуел ли там, а? Ну ж как это понятен? Машет. Машет. Я делаю уклоны. Видел? Похуй на эти уклоны. Посмотри на него. Вот только отошел от своей... Так? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Очень опасно. А что мне нахожу? Ебашь коленями его. Ух, сука. Он слышит нас. Не так просто, как кажется. Я говорю... Ты будешь гореть гарантированно. На, ебать! Ой, как ему повезло. Вот только что... Только я отошел от своей, так скажем, тактики. Аккуратности. Как только он меня поранил, все. Началась какая-то эпопея пиздарванки. Вот и все. Начал он меня разбивать. По блоку, по хайкик ударил. Уже видя то, что блок сломался. Короче, аккуратнее. У него очень сильно пробит корпус. Да, на самом деле, вот эти колени показали, что у него уже корпуса нет, фактически. Любой его промах локтем и попадание в корпус, это будет конец. Он должен промах локтем. У него и головы уже нет. Давай пытаться разрывать. Да я говорю, типкики, бей, типкики. Ты не удается тебе подобрать дистанцию, что ли, или что? Да, да. Он сразу начинает атаковать чем-то. Да ну, как раз таки он в упор сначала подходит. Он же не бьет тебя джебами, кроссами. Почти. Почти. Он именно подходит, он именно подходит в упор, и тогда уже бьет этот локоть. Тебе нужно заполнить это пространство, или просто его добить. Ты видел, что сейчас происходило? Прямо сейчас, говорит. Переходим. Я первый. Я первый, дружочек. Боковушка. Там партеричел. До конца не уверен, на какие кнопки блокировать. Так, хорошо здесь. Давай, давай, давай. Тебе сейчас надо как можно больше пробить ему живот. Давай, давай, не останавливайся, не останавливайся. Не, не, я чувствую, что он хочет подняться. Да пока рано. Ты замедлил темп. Я бы заблокировался сейчас. Ты че, бля, ты че, охуел что ли, а? После колен не забывай восстанавливаться. Ой, ой, ой. Как же тяжело. Ты рискуешь, конечно, ты рискуешь. Это пиздец. Он просто, он про... На Максе надо просто наносить удары, понимаете? Ну это пиздец. Можешь его в клин взять, братан? Можно. После локтя, после его промаха локтя, он в уязвимой ситуации находится. Его можно легко стричь хватать. Почему я не могу делать оттяжку? Почему я не могу делать оттяжку? Ну видишь, он голову кроет. Ебашь, как раз таки два в корпус. Или два апперкота, либо два колена. Ой, 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 ой. Ты поторопился, Антон. Ты плохо его взял. Ой, 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 ой. Хватит он тебе голову снять. Ну, блядь, да... Короче, я не хочу об этом, но я... Ну, это... Ну, пиздос какой-то, Антон. Я не знаю, как это работает. Чем хуже, тем, блядь, лучше, понимаешь? Вот так люди дерутся. Это... Ну, это шок. Просто шокированный бой. Это, блядь, ну, охуеть. 45 очков. Даже 49 очков отняли. 49. Я не знаю. Ну, я не могу описать это, понимаешь? Я вел поединок и... Да что я описывал? Все видно. Все, все и так все видно. И потом, потом просто... Я не знаю, как это происходит у меня. У меня всегда так. То есть я выигрываю, и потом просто каким-то чудесным образом чувак наносит... Как он мне столько головы сломал? Он просто... Самое забавное, что, когда он тебя в нокдаун отправил, первым же ударом на добивание, он тебе процентов 10 головы снял с серой. Просто же... Я уже тогда понял, что тут уже все очень плохо будет. Так, здесь мы сыграем за... Дастина Порье! Ладно, ничего страшного. Проиграли, так проиграли. Это все мелочь. Ну, давай ты выбирай, блядь. Такое ощущение, вот, я не знаю, людей как будто месячные, знаешь, сидят и думают, за кого же сыграть. Так, смотри, Антон. Сейчас тебе тактика такая, ноги отбить сопернику. И улететь, конечно же, от локтя какого-нибудь нокаута. Кстати, у Дастина Порьеш повысили уровень этого лоу-киков? Возможно. Ой, еще один. Стой, 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 стой. Без этих, без локтей, ой, без лоу-киков, на молчаночке, ты так немножко подпездываешь, если что-то у меня не получается, поправляешь меня. Сейчас мы... Я по минимуму слов, Дениска, если что, здесь вам все расскажет. Я буду внимательен. У нас две головы лучше одной, правильно? Улететь в нокаут можно в два раза быстрее. Я помню этого чувака по UFC 3. Там он дрался, конечно, крайне криво. Любил он на Сонане бороться. Боролся очень тухло. Тут я с ним тоже встречался по раз, но, если честно... Ой-ой-ой. Если честно, уже и не помню, чем он силен. Ну, видимо, тем, что прижимается, обтирает сетку спиной. Ну, ты поторопись. Ну, это ладно. Очень много уклоняется. Джеб хуки он несколько раз пробил, понял? На второй удар можно его контрить. Ну, нахуй ты его валишь? Я не хочу на него валиться, блядь. Ой-ой-ой, остановись. Брат, ну, хорошо, спасибо за совет. Да, очень ладно. Ты прикинь, я не заблокировал эту хуйню. Какой-то лаг с ним. Посмотри, с какой задержкой... Посмотри, что это происходит! Ты видал, как мой боец переходит? Да, нормально, нормально. Заполнилась очень быстро. Не важно, какая там анимация. Долгая, недолгая. Уф, нормально так. О-о-о-о-о-о-о! Ну, тут будет легкий бой. Как минимум, потому что чувак очень много машет. Он не ждет, он вообще не хочет ждать, например, твоей... Не хочет сидеть в обороне. Он, когда видит твою атаку, он сразу же торопится начать свою. На этом вот так его можно ловить жестко. Пиздец, там, блядь, 2000 очков, 2400, ебало сломано. Тот, тот, первый соп еще разнесет вот второго, без вопросов, на своих 2000 по-любому. Ты ебануешь, блядь, как будет, что делать? 2400. Тут смотри, смотри, смотри. Ты больше октагону урона нанес, чем его в голове в данный момент. Он хорошо защищался, молодец. Ну, торопится, жесть. Ты вот, ты разбил ему блок, и вместо того, чтобы отойти и восстановить его, он идет в атаку. Я думаю, это будет жесточайший нокаут в течение, не знаю, двух минут. Ох ты, блядь, неприятно. У него стамины еще меньше, я думаю. Ты, конечно, тоже потратился, но ты хотя бы ему нокдауна оформлял. У тебя здоровье-то полное. Ой, ё-о-о-о... Было опасно, реально. Ты дал ему шанс. Ну, в нули, но пока что он просто осаживается. Да, какие-то у него действия. Очень быстро пытается меня как-то пригандохать, хотя не делает того... Не делает того, чтобы, знаешь, ну, я бы сказал бы, да, слушай, нихера себе у него какая агрессия здоровская у этого типа. Такая бездумная. Есть агрессия, но бездумная. Он, конечно, может нокаутом победить, но, скорее всего, он сам отлетит. Так, вон. Хорошо. У тебя есть вертушка в корпус. У меня есть хайкик. Ооо, подсечка. Да. Редко кто ее использует. Нихуя, мощно. Мощно было. Хорош. Уже второй раз подряд его ловишь. Ну, я думаю, там пассажир все. Спекся. Приехал. Это будет сейчас финальная комбинация. Хорошо. Жесть. Там потекло вообще со всех щелей. Я не удивлюсь, если я сдохну сейчас. Ну, а как же по-другому он-то. На. Неплохо. Ты зачитал его, ну, по всем параметрам, по сути. Просто посмотри на его. Два удара сильных за раунд. Что это такое? Не знаю. Что это такое? Но, блядь, вот понимаешь, вот как это работает. И сколько мне дали? Мне дали 19... Нет, не 19. 22 очка вроде бы. Где-то так дали мне. Да, 22 очка. За поражение? Но я не успел там ливнуть. Я мог бы сэкономить 19 очков, если бы я ливанул бы от того чувака. Я просто забыл, что у него ПТСов было мало. Я там тоже должен был выигрывать. Но там и боец не такой сильный. У Хукера 4 звезды, у Макса 5. То есть на звезду сзади. Поэтому, ну... В смысле ты должен был выигрывать? Тебя Макс локтями бил. Ты должен был в нокаут улететь. Вот ты и улетел. Все логично, все честно. Всех, кого бьют локтями, все должны падать. 24 минуты, еще один бой и идем к Денису на канал. Ты готов? Да. Если я проиграю, мы это не будем добавлять. Вырежем. У меня будут только победы, пацаны. Не. Ну, тот бой, блин. Ну, самое главное сейчас найти быстренько соперника неплохого. С хорошим... Самое главное, соперник, что был хороший и с хорошим пингом. Вот. Вот. Это, кстати, Ковин. Хорошо, хорошо. Да? Весело. Или Ковин, или еще кто-то. Ну, я думаю, бери ударника хорошего. Поехали. Пу-пу, уехали. Ебатеньки, меня душить собрались. Ты, пидарас, зачем? Просто слился. Батю знают. Просто батю знают, пацаны. Батю знают в рангете. Испугался, испугался. Он просто знает, с кем ты сидишь. Сосынища убежал. Не, я с этой стороны играть не буду. Опять он, опять он. Почему? Какая разница? Блин, я не хочу с этой стороны играть. Блин, мне вообще все равно. Где проигрывать? Не. Что там тебе написали? Что там тебе написали? Ой, я не знаю, брат. Каждый день что-то пишут. Так ты проверь, в смысле, ты не знаешь. Не хочешь? Может, чем-то интересное. Я написал одному, ты чё? Ответил он там. Но это я не буду показывать, потому что... А ты чё? У тебя геймпад скоро разрядится. Да? Но единичка-то есть. Ролики, которые... Как довести соперника до истерика... До истерики. Набирают какие-то феноменальные показатели. Чувак, например, где мне кинуло зверяший школьник. Бля, посмотри, какой у меня с ним пинг хороший. Ладно, давай с этой стороны играть. Не люблю, конечно, эту сторону. Но буду играть за Дастина против него. Поехали. Поехали. Биться. Я всё равно чувствую себя с левой стороны комфортнее, чем с правой. Я не знаю, как это описать. Какая разница? Не знаю. Странно. Я помню, в третьей части немного тяжелее клинч на левше было. Справа играть. В клинче на левше. А так вообще разницы никакой. Кто это? А, ну вот... Ты его знаешь. Ты его знаешь. Джон Джонс, туда-сюда. Ну, ты понял. Поехали. Такая же система. В смысле? Я молчу, ты... А, окей. Окей. Ну, как мы знаем, соперник любит драться в среднем темпе. В отличие от предыдущего на Гедже. Он вперёд так ломиться не будет, торопиться не будет. Но при этом по нему достаточно просто попадать. То есть защита у него средняя. Можно жёстко разваливать. Блин, а пока он защищался хорошо, когда я, наверное, пытался убить. Как вы минуты дрались. Очень хорошее колено. Вовремя. Вообще не хочет ко мне подходить. Бля, я пока просто пропускаю урон. Ну, это и не паникуем. Всё нормально. Ты ему урона больше нанес. Блин. Работай двумя этажами. Не забывай по корпусу тоже заходить. У тебя джеб-вертушка есть, типкики есть. У тебя много чего есть. Колено в корпус, в конце концов. Вот он подходит на дистанцию. Атакующую. Убойный будет тебе. Ах ты бля. Вся пройдёт. Нет, не вся. Ой-ой-ой, вот ты тут торопишься. Не надо, не надо. Бляд, как это проходит постоянно? Я бы уже типкиков 5 бы ему дался это время. Да не, дайте ты неправильно. Когда он идёт на тебя, а не когда ты стоишь в упорке. Ой, как плотно. Почему так больно, блядь? Ты стоишь возле него, потому что. Постарайся немного снизить темп, скажем так. Давай. Вот он, вот он легко подходит на тебя. Блядь, я постоянно напираюсь на него. Как он так достаёт? Он постоянно наносит удары и достаёт меня. А я мажу, я просто мажу. Я, блядь, я хочу в этом бою мазать, нахуй. У него хорошие колени получаются. Да я не понимаю. Просто не выходит ничего. Клинч был хорош. Надо, я думаю, подключать. Да, не получается у меня вообще. Защита, например, в клинче меня совершенно... Его... Чё? Что это и было? Короче, не впечатлила меня его защита в клинче. Мне кажется, не очень ему нравится это. Поэтому старайся подключать. Раз 5-6 ты его минимум должен в следующем раунде взять. Я очень, я очень много пропустил, брат. Ну, хотя не так много, что я пиздоболю. У меня ударов меньше. Просто ты бесишься, видимо, из-за того, что он перкотами всякими, хуками в корпус попадает. На самом деле, там ничего страшного нет. Больше... О защите думай. И когда он будет проваливаться, благодаря твоей хорошей защите, ты его принимай клинчу. Тачки эти я бы не советовал тебе бить, ибо если он защитится, если он заставит тебя промахнуться, будут проблемы. Как он достает, блядь! Я даже отпускаю блок, там не должен... Тише, 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 успокойся. Ну, достало, достало. Че бубнить-то? Иди ударь его три раза. Три раза больше. Мне удивительно, конечно, что он вот коленом ведущий попадает. Это, наверное, из-за сайдкика. Он сайдкик пытается пробить. Морис, 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 какой дерзкий, пытается атаковать тебя. Ну, в этом бою он, конечно, хорош. Дерется размеренно. Вот только хотел сайдить, а... Вот это был. Понял? Ну, блядь. Да, пропускаешь много, Антон. Я даже и не могу сказать, что не так. Пока что. Вот сейчас мог его в клинч хватать легко. Ну, пиздец, блядь. Попытайся свой арсенал включить хуки бесплатные через оверандер. Заходишь в оверандер, бьешь хуки. Блядь, два таких ранения охуенных, блядь. Я не смогу даже в клинч... Концовку ты забрал, все нормально. Если будет ситуация... Смотри, если он будет проваливаться и будет оказываться близко, да, ты знаешь, ты его хватаешь в клинч. В обычном. Если он уже отошел на достаточно длительную дистанцию, да, длинную, то пробуй через оверандер хуки бить. Еще раз. Если близкая дистанция после провала, клинч, обычный. Если средняя дистанция после провала, оверандер плюс хуки. А, у рандома, блядь, блядь, да. Но ты еще раз. О, хорошо. Как минимум ты в доминирующей позиции, тут главное не пропустить разворот. Ты не помнишь, как он играл? Нет, не помню. Блядь, посмотри мне, сука, грэплинга. И у меня переход вообще не шел. И мне не дало это звать. У тебя есть ребергард, нормально, сейчас. Сейчас набутим. Очень медленный бой. Пойдем. Сразу. Я нажимал, братан. Ладно. Хорошо я с этой стороны. Ну, блядь, хорошо то, что он не попал. Очень мало здоровья у меня. У него тоже, наверное, не было. Да, у него тоже не больше, поверь мне. Он драться осторожней стал. Хорош. Надо было по корпусу. Корпус. Хорош. Заебись, отлично. Бежать! Сука, блядь! Тихо, тихо, не торопись, ты его не сможешь сейчас добить наверняка. Нахуй, блядь! Тихо, 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 стамины нет. Пизда. У него болячка. Тут везде есть, братан. И кем улял? Да, все, я восстановился. Да я понимал, что ты же его в корпус грогнул. В голову потом добить тяжело будет. Блядь, вот он. Вот он, сука, падла, а. Ух ты, сколько он в грэплинга-то отдал. Очень много грэплинга. Волнуется, волнуется, бедолаг, по-любому. Ой-ой-ой. Корпус не забываем. Что за какие-то тухие попытки. Он дает мне с левой стороны играть. Может он пытается так от сетки оторваться? Корпус. Давай, давай, давай. Да ебаный раз. Какой-нибудь стандартный, типа, двойка-мидулкик. Че-то такое. Хорош. Отлично. Заебись. О, отсюда очень тяжело будет, ему выйти. Миксуй. Блядь, все-таки. Просто вахуй, блядь. Тихо, 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 тихо. Он вот-вот. Блядь. Тихо, тихо, тихо отходи. Не-не, он мог хайкик нанести. Ты что, ебанутая мразь? Тихо, 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 тихо. Не надо, не надо. Он уже почти готов. У меня руки не имеют, блядь. Он, он уже все. Он развалился. Он уже сливается. Работай, Антон, работай. Фу, бля. Да, казалось, что я не наношу ему урона, но он... Ты мне скажи, ты хочешь стать чемпионом или нет в этом бою? Да. Все отлично. Иди надери ему жопу. У ворот. Он может сейчас бить локти, да, с разворота. Надо быть опаленным. У него корпуса тоже нет, не забывай. Корпус просто дырявый. Опять же, оверандер, попробуй. Тише, все, тише. Я не смогу. Оверандер, это, блядь. Я не так часто практикую. Подожди. Да он просто время тянет этой хуйней. Он понимает. Видишь, он даже не делает. Я с левой стороны начинаю играть, брат. Как ты хочешь мне вырубить такой комбой? Стамины по-любому у тебя больше. Потому что у него сколько, две Гроги было в корпус? Опять же, колено на месте. Типкик на месте. Воу-воу-воу, второе было лишнее. Нет блока. Это же сейчас R2 низ? Да-да-да, все правильно. Да не закроет он никогда в жизни такой болевой. Но он его делает просто, чтобы время тянуть по ходу. Мне кажется, у него когда стамины мало или блока? Он такой ерундой занимает. Корпус. Отлично. Давай, давай, давай. Бля, я думал, там будет в конце мидл. Ой-ой-ой, жесть, что он творит? Просто жестокая дрянь. Тихо-тихо-тихо. В этом раунде ты его развалишь. В конце. О-о-о-о. Держать нахуй. Давай-давай-давай-давай. Отлично. Ебать! Блядь, таких двух персонажей прошли и проебали первый бой. Вот, ну, сука, это игра такая вот. Что я могу сделать? Ну, и тут, конечно, Дениска со своими советами. Поехали, ищи своего сопа, братан. Прямо сейчас начинай. Мы ставим паузу. Короче, пацаны, на этом этот ролик подошел к концу. Не забывайте переходить сейчас и смотреть, как мы будем играть с Денисом. Только я уже буду угловым у него. Вот, поэтому спасибо большое. Всем, как обычно, хочу пожелать вам, блядь, короче, здоровья вам и вашей семье. С вами был Антон и Денис. Все, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok